Вы слушаете Радио Болткома. Телефон для благотворительных звонков 9-3-0-6-3-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Сегодня вторник, 28 декабря, конец года. И в эфире программа «Зелёная лампа». Программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. И наша гостья, актриса Национального театра Яна Лисова. Здравствуйте. Добрый день. Да, помогаем мы сегодня. Мы сегодня продляем акцию, которую начали на прошлой неделе. Мы рассказывали вам прошлый вторник о семье с тремя детками. Семье Исала с Гривой. Три малыша, и у каждого из них диагностирован аутизм. Нужна помощь этой семье, потому что у них нет ни бабушек, ни дедушек, только мама с папой. И у трое деток, для которых нужно оплатить годовой курс очень серьезной терапии для каждого из них. Он помогает. Реальные результаты от первых занятий уже были. Стоимость курса 6 960 евро. Мы за неделю собрали половину суммы. И мы надеемся, что до Нового года мы закончим эту акцию. И мама этих трех малышей маленьких, трех детей маленьких, да, будет спокойно жить. Спокойно жить весь следующий год. Ну, спокойно жить она в любом случае не будет, потому что имея... Спокойно, имею в виду, что будет оплачено, будет оплачены курсы микрополяризации головного мозга и еще там целый ряд очень серьезных процедур, которые реально помогают в этой ситуации детям и начать говорить, и изменить как-то поведение, и чтобы немножко было легче и улучшилось состояние здоровья. Наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек, всю неделю будет работать для Даниэла, шестилетнего, четырехлетнего Габриэлы и двухлетнего Намайса. Спасибо всем за каждый звонок. Напоминаем, что в гостях у нас актриса Яна Лисова, и мы ее давно очень ждали, и хотим с ней очень о многом поговорить сегодня. Ян, вот давайте сразу начнем с актуальных таких вещей. Вот только что прошел в Латвии марафон ДОТ ПЕЦИ, в котором вы участвовали, ДАЙ ПЯТЬ, да? Скажите, пожалуйста, чуть подробнее, в чем ваше участие заключалось и что это такое? Давайте еще раз проакцентируем. Благотворительный марафон ДАЙ ПЯТЬ, ДОТ ПЕЦИ, помогал собрать деньги для людей, которые не слышат, не видят, или у них какие-то другие функциональные проблемы. Ну или двигательные функции, да. Тоже, чтобы помогать таким семьям, людям, и как-то помогать, чтобы среда была более для всех, и чтобы все могли видеть, слышать. А также передвигаться на инвалидных колясах, да. Да, облегчить. Особенно сейчас по нашим снегам передвигаться. Да, и какой-то был рекорд поставлен, да? Да, почти полмиллиона, по-моему, евро. 470 тысяч евро было. Ну вот интересно, что, казалось бы, из-за коронавируса, из-за кризиса, из-за пандемии очень сложно у людей, и с работой, люди теряют работу, и кто-то переходит на пособие, у кого-то закрываются фирмы и предприятия. И именно в этот год поставлен рекорд, потому что эта акция, она ежегодная, и вот действительно 470 тысяч было собрано. И те, кто участвовали, отметили, что это просто такая тенденция, что в трудные времена маленькие пожертвования идут, суммы более маленькие, но их больше. То есть больше людей включается в этот поток хотя бы даже маленькими суммами. И мы вас тоже приглашаем включиться в этот предновогодний и предрождественский, если считать православное Рождество, построждественский, если вот Рождество, которое уже прошло. И хотя бы своим маленьким участием наш телефон 9306384. Приглашаем вас сделать звонок. Это 1 евро 42 цента. И еще на неделю этот телефон будет подключен для 6-летнего Даниэла, 4-летнего Габриэла и 2-летнего Намейса. Это многодетная семья из Салацгривы. 9306384. Яна, а вот ваше участие в этом марафоне. Расскажите, пожалуйста. Мы как представители национального театра были, два актера пели, и я переводила песни на языке жестов. Такое было наше участие. Делились своим опытом, как мы соприкасались с средой, с такими людьми. И вот мое соприкосновение прямое было, потому что мой выбор пал на новую профессию, еще одну профессию, сурдопереводчика. И вот я уже третий год, ну с перерывом, поэтому третий год учусь в Юрмале, в колледже Сива на сурдопереводчиках. И немножко знакома с этой средой, с этими людьми. И поэтому я знала, что им будет очень приятно увидеть, что кто-то поет, а кто-то поет на их языке. То есть да, это большое дело на самом деле, то, что человек не слышит. Да. А почему вы выбрали эту профессию? Меня вообще интересовала вот эта тема, почему у детей проблемы говорить, вот дефекты речи. И тогда я думала, какие профессии связаны с этой темой. И я понимала, что аудиологопед – это 4 года бакалавр в Страдене и платное обучение. Я не смогу это объединить с профессией актрисы, потому что я должна продолжать работать и что-то зарабатывать. И моя родственница, которая в Рейзак наработает сурдопереводчиком, она мне сказала, что я же живу в Юрмале, и в Юрмале есть место, где можно получить вот такую профессию. И я подумала, а, ну это интересно. Это интересно. И мне просто очень нравится язык жестов. Я учу именно латышский язык жестов, потому что есть и русский, и английский, и международный. И да, я понимала, что это меня действительно интересует как актрисе, потому что нужна хорошая память, тоже своего рода выступление, когда надо переводить, надо не нервничать, надо очень быстро соображать, много чего запоминать. Поэтому это очень интересная профессия. Я приглашаю подумать о молодых, и не только, не совсем молодых, потому что, например, у меня однокурсницы тоже получают эту уже как вторую профессию, например, 30, 40, 50 лет. И это прекрасная профессия, которая очень востребована, очень востребована на данный момент в Латвии. Вот интересная информация. Интересная информация, конечно. Напоминаем, что наша гостья Яна Лисова, она актриса Национального театра сейчас. А вообще она работала в разных театрах, в разных проектах, на русском и на латышском прекрасно работает, играет в спектаклях. И в том числе в Рижском русском театре драмы имени Михаила Чехова работали. А сейчас в штате Национального театра. И по итогам сезона вас признали лучшей молодой актрисой. А скажите, за какие именно спектакли, какие роли? За роли прошлого сезона. Это «Сон в летнюю ночь» Елена. И новый спектакль Валтера Силлиса. На латышском это «Рест», а на русском это не «Пляс». Ну, когда звери друг друга весной, самец хочет самку, славянка. Это не «Пляс», а… Не «Гон». «Гон», вот, да-да-да. И в спектакле «Гон». Вот у меня были две новые роли. И я так думаю, что Мадера Рейера, которая в прошлом году получила эту награду за эти роли, меня вознаградила. И вообще, как бы, в том числе о том, что я новый участник в коллективе. Ну, я думаю, она такой комплимент мне проявила. Яна, вот вопрос о двуязычии. То есть вы попали в штат национального театра и прямо по итогам сезона были признаны молодой, лучшей молодой актрисой. Как у вас с языком? Вот вы можете играть и на русском, и на латышском. Это из семьи или это вы дополнительно получали какие-то… Это из семьи. Моя мама латышка, папа русский. Но вообще они оба из Латгалии. Они просто коренные латгальцы. Потому что их семьи христиане работали, коровы, пахали. Они, получается, вот первые, кто поехали в город и работали, там, мама, медсестра, папа, там, другая профессия. Но они латгальцы, латгальцы. Поэтому, да, для меня вот эта среда латышей, русских латгальцев… Идеальный вариант получается. Язык для меня вообще никакой роли не играл в жизни. Поэтому я вот учу теперь этот язык жестов, потому что я это просто вижу как возможность общаться с вами, там, общаться с другими людьми. Это никак… В другие категории я не залезаю. Для меня язык – это просто… То есть никакая не заслуга, а способ… Коммуникации. Способ коммуникации. А скажите, а вот вы упомянули «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Как у вас отношения с Шекспиром складываются? Очень люблю этот вопрос. Есть какие-то личные? Ну, Шекспир для меня – это всегда связано с масштабом. Масштабом. Вот в русском театре всё ещё мы играем спектакль «Король Лир». И у меня там прекрасная роль Кардели, и я всегда понимала, Яна – это масштаб, это символ, это надо вот это всё дотянуть, наполнить. И также «Сон в летнюю ночь» тоже там немножко, конечно, другой жанр, но я понимаю, что это что-то надо мной, это надо этот масштаб дотянуть. Яна, а Карделия ваша, вот вы когда работали над этой ролью, вот с точки зрения какого-то такого душевного вашего вложения, и вот как вы её для себя характеризуете? Знаете, мне в этом вопросе было как-то просто, потому что для меня родители – это очень-очень важная часть моей жизни, и вот эта любовь к родителям, вот как-то я вот в то русло пошла и вот питалась вот этим чувством, этим пониманием, вот этой любовью, любовью к родителям и пониманием, что они не вечные, тоже могут ошибаться, и это просто всё, мы должны друг другу прощать. То есть это о безусловной любви? А скажите, вот ваша семья, то есть роль детства и семьи, она, конечно, огромна в жизни человека. Вот что вам детство ваше дало, какие важные такие вещи для дальнейшей жизни? Ну, я не знаю, я просто знала и чувствовала, что мои родители меня очень любят, и что я и подпиталась средой вот Латгалии этих лес, поле, коровы, хлев. Мне кажется, это меня очень, ну, да, подпитало меня как человека, что я и сено ворочала, и что только я не делала. И жила и в городе, могла жить в Юрмале, в Левоморе, и видеть и то, и другое. И, ну, я думаю, ну, да, вот эта любовь и возможность видеть весь мир. И тыл какой-то, да, семья, наверное. Да, и, конечно, такие основные вещи, как честь, вежливость. Ну, понимаете, ну, люди из Латгалии, они же очень душевные, и поэтому вот это я чувствую, что в меня вложили родители и своим примером, как они видели и относились к миру, и поступками. Ну, вот если проводить параллели с героями нашей сегодняшней программы, семья, маленькая эта семья, ну, не маленькая, молодая семья из Саласгривы, мы встречались с ними, с Дайгой, с мамой этих трёх деток, о которых сегодня говорим, у них тоже вот, она считает, что ей очень повезло с мужем, потому что это её единственная поддержка. Она говорит, что она, естественно, без него бы не справилась, там ни бабушек, ни дедушек, к сожалению, нет. И вот она сейчас сидит и думает, то есть занята круглосуточно, дети даже спят в разное время, у каждого свой график, и поведение аутистов маленьких, оно совершенно разное, отличается. То есть ей очень тяжело, но она думает о том, чтобы по возможности сделать безопасную среду дома для детей, чтобы они там как-то не повредили себя, не убежали никуда, и понемножку приучать их к хозяйству домашнему, то есть максимально дать им основные понятия, откуда появляется там хлеб, еда какая-то, да, там у них там дома курочки живут, как там кормить этих курочек. То есть ей особенно трудно, простых детей не всегда, обычных детей не всегда там как-то приучишь к домашним этим делам, она вот старается с этими малышами вот так сделать. Тоже вот, как вы говорите, она говорит, у нас лес рядом, сала сгрива, там даже 10 километров от сала сгрива они живут, и лес рядом, там река рядом, и как-то вот дети всё это видят с детства. И это очень важный момент, потому что, как она сама говорит, я не знаю, как это всё проявится, а что даёт ей силы, ну вот эта любовь, которая в семье есть, безусловно, и понимание того, что от неё всё это зависит, и она должна вот это всё сделать, для своих детей больше никто не сделает. И мы спрашиваем у Дайги, как, где, что ей помогает особенно, да, что её держит. Она говорит, я стараюсь в этой трудной жизни, в общем-то, искать маленькие моменты радости, вот прям вот маленькие-маленькие, каждый день что-то маленькое, как искорки, она так красиво сказала, как искорки, которые падают на мою дорогу, я их собираю, собираю, они мне светят. Вот такая вот у нас семья. Телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек, это каждый звонок собирается в помощь, и это большая помощь для того, чтобы можно было оплатить годовой курс лечения, терапии для трёх малышей. И вы знаете, когда не один ребёнок требует особого внимания и особого лечения в семье, а два, а в данном случае три, то очень трогательный момент, вот когда только даже представишь, когда мама, она говорит, я не могу, я должна, ну как, если накопить, если одолжить, я могу наскрести, но на одного. А как я выберу на кого? То есть если им нужно всем троим пройти вот этот комплекс, а там серьёзная терапия, это микрополяризация и биоакустическая коррекция. Вот. И то есть если мы с вашей помощью соберём эту сумму, а мы не сомневаемся, что к Новому году такой подарок сложится для этой мамы, то она просто не будет беспокоиться о том, что вот через две недели ей снова нужно оплачивать этот курс, а у неё нет денег. Она будет знать, что в благотворительном фонде БиОпен, в нашем проекте «Зелёная лампа», на их счету лежит эта сумма, и все вот эти медицинские счета будут оплачивать. То есть вот об этом у неё голова болеть не будет. Напоминаем, что никакие проценты или комиссионные не берутся с этих денег. Вся сумма, поступившая на счёт, полностью целевая. Она идёт полностью на оплату вот той цели, которая указана. Напоминаем, что гость нашей студии сегодня актриса Яна Лисова. И вот когда в начале года, в этом году, в 21-м, вышел первый номер журнала «Театр Вестнесес», это такой театральный журнал, и на обложке этого журнала был ваш портрет. И в принципе это такой какой-то, может быть, как хороший знак. Смотрите, потом по итогам сезона вас признали лучшей молодой актрисой. Мы подводим итоги года. Вот лично для вас, каким был этот год? Насыщенным. Ну вот что запомнило, что порадовало, что, может быть, расстроило? Год был очень насыщенным. И в плане профессиональном все пытались осуществить все проекты, все задумки, потому что мы как не знаем, когда опять будет стоп и стоп-кран. Он был в плане профессиональном очень насыщенным. И те спектакли, которые были, мне кажется, и в театре, и в театре, могу сказать, тенденция все-таки говорить о чем-то в последнее время тоже об основном, а вот, как вы говорите, вот эти маленькие искорки ловить, и в том числе и в театре, и чтобы человек пришел после вот этого, что на улице происходит, чтобы он какую-то отдушину мог получить, и в том числе и в театре. Поэтому так выделить в творческом плане я, наверное, не могу. Еще, конечно, меня, слава богу, радует, что мои самые близкие, в моем окружении все люди были здоровые. И вот это я могу отметить как очень позитивный момент уходящего года, что все мы здоровые. Без потерь. Да. Яна, какие спектакли вы порекомендуете? Давайте вот сейчас немножко посоветуем нашим радиослушателям. Ну, это сложно, знаете, у каждого свой вкус, и теперь я насоветую. Знаете, Яна, если мы говорим вот об этом основном, любовь, я очень советую и приглашаю радиослушателей прийти на спектакль «Мама» в Рижском русском театре. Потрясающая Екатерина Фролова играет главную роль, и мы там еще все вокруг немножко тоже играем. Это прекрасный, трогательный спектакль, и я советую всем, кто у кого есть, были, или кто будет «Мама» этот спектакль посмотреть. А вот лично для вас что там самое трогательное? Момент безусловной любви. Опять же. Опять же, потому что у меня нет детей пока что, но я могу только поражаться, действительно, на что способны мамы, как и мама вашей семьи. Как вот со стороны кажется, как возможно найти силы и еще вот искать эти искорки счастья каждый день. Просто это какая-то, не знаю, открываются резервы, какие-то чакры, вот эта мамина любовь, мамина сила. Это что-то непонятное. Необъяснимое. Это что-то непонятное, поэтому, да. Ну и у нас, в принципе, каждую неделю мы рассказываем историю, в основном это не история, мы говорим, что это история ребенка, но, в принципе, это история мамы, потому что... А основная ноша падает. Да, и то, что в этом году этот ДОТ ПЕЦ посвятил этот марафон именно помощи людям с функциональными нарушениями. Когда у мамы на руках ребенок с функциональными нарушениями, с нарушениями развития, и это любимый ребенок, и это ребенок, который либо он не может ходить, либо он не может говорить, либо он с нарушением психического какого-то развития. И тогда, конечно, в голове не укладывается, сколько нужно маме сил, любви, терпения, веры, надежды, для того, чтобы просто нормально просуществовать день. И завтра проснуться, и опять идти и посвящать себя этому ребенку. Поэтому напоминаем телефон 9-00-6384. Это мама, у которой на руках три маленьких ребенка-аутиста. Это в голове не укладывается, сколько ей нужно сил. Я хотела дополнить. Моя сестра, она физиотерапевт, и она очень много работает с такими семьями, с такими детьми. И это действительно можно памятник поставить семьям и мамам, потому что понятно, что она не может совместить ни с какой профессией, ни с какой работой эту жизнь. И, к сожалению, если мы сравниваем с другими странами, не только Евросоюза, и вообще, конечно, эти обстоятельства государство предлагает более-более хорошие, чтобы эта жизнь была как-то, ну, нормально. И поэтому спасибо вам за ваше благое дело, которое вы делаете круглый год и помогаете, потому что это как бы должно быть само собой понятно, что... В этом году на портале Manobals.lv собрано необходимое количество, даже гораздо больше, чем 10 тысяч подписей, за то, чтобы государство увеличило оплачиваемые услуги на реабилитацию и лечение аутистов. Но пока это переданная инициатива в СЕИМ, но пока неизвестно, каким образом там СЕИМ проголосует, прореагирует, будет ли это сделать. Но это огромная потребность в обществе существует на данный момент. А пока, конечно, вот мамы, они вынуждены обращаться в разные благотворительные фонды, и благотворительные фонды стараются по мере сил и возможности каким-то образом конкретным семьям на конкретные проекты реабилитации терапии помочь. Яна, вот мы прочитали на сайте, что у вас есть особый талант исполнения колыбельных песен. Это так? Это я так сама считаю. Но и дети, которым я пела, так говорят, что у меня такой спокойный, приятный голос. И поэтому, да, это такая... А какие колыбельные? Почему колыбельные? С чего вот это вот началось? Ну, как-то я так влияю на своих маленьких родственников, что я могу успокоить, когда надо, могу поругать, ну, так нежно. А есть любимая колыбельная? Наверное, такой любимой нет. Надо делать программу концертную. Да, надо делать программу колыбельную. Яна, а вы сама из многодетной семьи, да? У вас брат и сестра. То есть трое детей в семье, да? И что вообще для вас семья? Ну, это самое главное для меня, семья, кажется. Самое главное, почему мы идём на работу, чтобы зарабатывать, чтобы покормить семью, чтобы вкладывать это в семью, в детей. Ну, мне кажется, это как бы смысл жизни, быть в семье, создать семью, продолжение. Вот сейчас особенно актуальна эта тема стала, да, в период пандемии, когда люди вообще попали в такие обстоятельства, сидеть дома вынуждены были, да, безвыходно, очень долгое время. И те, у кого хорошие такие семьи, где любовь и где понимание, они, конечно, очень сильно выиграли в этой ситуации в сравнении с другими. Ян, вот давайте про Рождество. Сейчас рождественский период. Какие-то у вас рождественские традиции семейные были? Как вот вы проводите Рождество, Новый год? Ну, мы вместе готовим ёлку. Брат нам тоже каждый год обеспечивает нас ёлкой настоящей, украшаем, играем, игры разные. Ну, конечно, самое главное – атмосфера и быть вместе. А мечты какие-то на Новый год загадываете? На Новый год? Каждый Новый год я загадываю побороть свою лень. Вот это. Неужели? Да, это самосовершенствование, да. Это моя мечта, чтобы это было не лень, побороть лень. И чтобы это не было такое «давай, давай». Как-то вот, чтобы это вошло в ритм нормальный, вставать, делать, что хочется, что и не хочется, а потом понимаешь, что хорошо, что это сделал. Так что всем советую побороть свою лень. Очень хороший совет. А есть какие-то у вас планы на год, которые вам лень мешают осуществить? Не знаю, там, выучить испанский язык. Мне мешает то, что я слишком много хочу сделать сразу. И тогда вот от этого осознания, сколько надо сделать, тогда ты думаешь, а, я тогда лучше ничего не буду делать. Прокрастинация. Просто надо как-то постепенно распределять силы, и тогда и не думать про лень. А когда-то вам приходилось быть снегурочкой? Да, немного, но приходилось. Да, даже Новый год я встретила со своим однокурсником, Максимом Бусилом, мы переодевались в какой-то коморке, и встретили Новый год, он переодевался в Деда Мороза, я в снегурочку. Поздравляю, поздравляю, да, пошли. И то есть 12 часов вас застало именно, когда вы меняли костюмы, да, с Деда Мороза и снегурочки. А какие-то курьёзные случаи, связанные вот с этими ёлками? Ну, наверное, именно с ёлками нет, но вот в русском театре спектакль «Снежная королева». Ну, вот последние... Кто вы там были? Я маленькая разбойница, но дети, которые сидят в первых рядах или не в первых рядах, просто громко выражают своё мнение, разные комментарии, более очень смешные, например, Юля Бернгард, которая играет Герду, она «не могу найти Каи, не могу найти Каи», и кто-то из детей сказал «а ты включи GPS». Современные дети внышат коррективы. А у вас есть любимая сказка? Вот в детстве какая была? Мы очень этот вопрос любим. Сказка про Бэмби. Оленяна Бэмби. Потому что бабушка мне его читала каждый день, я требовала, это было на русском. Я даже не писать, не читать ещё не умела, но у меня хорошая память, и я его выучила, так как я требовала каждый день, такая небольшая книжка, читать мне каждый день. Я его выучила наизусть, у меня было 4, ну 4-5. И когда приходили в гости, там родственник или кто-то, я садила их, я тебе почитаю. Потому что я наизусть каждое слово знала, я открывала, я же читать не умела. И они удивлялись, как это я в 4 года на русском так хорошо читаю. Но я просто выучила наизусть. И вот это Бэмби мне надо было, надо было, чтобы каждый день читали. А сейчас вот если вот назад посмотреть, вы анализируете, почему именно Бэмби? Потому что там что-то в конце было как-то трагичное, либо этот папа умер. Но я помню, что я каждый раз ждала вот этот драматичный момент, что-то там с родителями было. И вот я же знаю, чем закончится, но вот каждый раз бабушка читала, и я там, ну давай, надеялась, что-то вдруг другое кончено. И помню вот эту картинку последнюю, где он с Бэмби с мамой. И вот это ощущение вот этого такого, мне очень нравилось в конце. Я, наверное, из-за этого и хотела, чтобы каждый день читали. Что всё хорошо закончилось. Что он в безопасности. Ян, а вот вы сотрудничали с разными театрами, с разными режиссёрами. С Владиславом Наставшим, с Элмаром Синьковым, с Артуром Маскотцем, с Вестором Кайришем, с Инарой Слуцкой. Какой вот опыт самый ценный для вас был? С кем вам особенно... Ну, наверное, не очень корректно спрашивать там кто. Нет, какие, может быть, профессиональные и человеческие уроки, может быть, запомнились. Знаете, мне, наверное, я могу сказать, повезло, потому что я не могу назвать такие проходящие роли или проходящие спектакли. Ну, может быть, там два-три где-то. Но действительно, вот от каждого режиссёра, от каждого спектакля... Потому что у меня там были роли, реальные роли, над которыми надо было работать. И я всё-таки пытаюсь подходить не технически, а с душой к роли. Как бы по Станиславскому, здесь и сейчас. Поэтому всегда, каждый раз это как-то на меня влияет. Я, наверное, в таком плане не могу выделить. В одном спектакле, может быть, какая-то свобода, какая-то там дерзость в хорошем смысле. В другом спектакле углубление или там работа с партнёром. Но так... Наверное, так выделить не могу. У вас очень интересно, есть билингвальный спектакль в вашем, скажем, творческом арсенале «Чайка». Вот расскажите немножечко об этом проекте. Спектакль в Рейзекне в театре «Ёрик». Труппа русская, латышская. Ну, вот пришёл новый художественный руководитель и режиссёр Мартинч Эйхи, и он объединил. Просто там теперь одна труппа. Играет на латышском и на русском. И так как мы играем спектакль в Латгалии, где люди говорят и на русском, и на латышском, и поэтому спектакль о среде, в которой происходит спектакль, он как бы происходит в Рейзекне, «Чайка» в Рейзекне. И играем на русском, на латышском, как и в нашей жизни мы общаемся. То есть какие-то герои говорят по-русски, какие-то по-латышски. Да, и тот, который говорил на русском, потом говорит на латышском. Да, вот так мы... А как реагируют зрители? Ну, что это? Интересно. Интересно. А как вы вообще чувствуете отдачу? Вот зрительный зал сидит, да? Вы чувствуете вот эту энергию, которая идёт? Вам даёт зрительный зал какие-то силы? Конечно, да, это мы чувствуем, да. Ну, к сожалению, в Рейзекне, может быть, зрителей не так много, но они есть преданные зрители. Но это как везде, мы чувствуем, чувствуем. То есть, а в этом плане, вот те временные эти наши моменты, когда театрам приходилось играть в пустом зрительном зале, репетировать, спектакли, да, как вы с этим справлялись? Ну, просто смирились, там, справляться с этим невозможно. То есть, не видишь глаз никаких? Потому что, ну, когда приходит зритель, там, конечно, спектакль обретает какие-то новые тона, ты что-то чувствуешь, что работает, что не работает, а до этого, ну, ты работаешь и репетируешь, и играешь, как можешь. И, ну, там ничего не поделать. Когда приходит зритель, тогда это естественным путём куда-то как-то меняется. Да. Но, конечно, лучше со зрителем. Конечно, лучше, потому что это для зрителя. Яна, а в этом году вы участвовали в фестивале «Лампа», и они анонсировали вас как потенциального педагога философии или домоводства. Вот что это за идея была? Это не в этом году, это было два года назад. Я участвовала в спектакле «Трупы квадрифронт» «Власть бабушек», был такой документальный спектакль. И то, что вы теперь прочитали, это я сама себя охарактеризовала, потому что после средней школы у меня была идея поступить на факультет философии, потому что это меня всегда очень интересовало. и домоводство, моя мама была просто шикарная рукодельница, и я знаю, что у меня просто в руках этот талант был. Так что я знаю, какие потенциальные ещё профессии я могла обрести, поэтому вот так я себя описала. Но выбрала путь творческий, где всё это можно объединить и руками, и головой, и душой, и телом. Ну тогда к вам вопрос, как к потенциальному философу. Вот перед... у нас сейчас такой период между Рождеством католическим, лютеранским и православным, и у нас Новый год, и, конечно, люди думают о таких важных каких-то вещах. Вот с точки зрения философской, в наше непростое такое вот время, в котором мы все оказались, что бы вы пожелали, вот, скажем, нашим радиослушателям, и что самое главное, самое ценное, о чём мы сейчас должны думать? Я бы пожелала и себе, и вам, и нам всем понимать, что помочь – это ничего не стоит. Ничего не стоит помочь, сказать доброе слово, подать руку кому-то. Но результат этой помощи может обратиться в гору. Поменять же жизнь чью-то. Да. Как говорится, у Бога нет других рук, кроме наших. Вот если вы случайно так оказалось, что вы сейчас слышите то, о чём мы говорим, вы включили радио. И это не случайно. И напоминаем наш телефон. 9-3-0-6-3-8-4. 1 евро 42 цента на помощь маме с тремя детьми, у которых аутизм. Яна, а вот что сегодня вас может очень сильно растрогать или, там, скажем, довести до слёз? Бывает такие моменты? Кроме канцузской бэмби. Или вы себя держите всегда вот так? Нет, нет, нет. Но я очень люблю собак. У меня разные видео с собаками. Когда собака потерялась, и хозяин её находит, это меня можно навести до слёз. А у вас есть собака? Да. Расскажите, какая? Овчарка. Ну, это смесь. Он такой очень худой, как на лесу даже немножко похож. Мне кажется, собака – это что-то просто… это такой друг. А как зовут? Намасте. Намасте, да. Мы его называем асте, ну, как хвостик. Это, мне кажется, прекрасно. Когда есть собака, тогда это такое, я как себе сформулировала, тренинг любви. Потому что он тебя любит, и ты всё время в состоянии любви, потому что ты его очень любишь. Причём, безусловно, что бы он ни натворил, как бы он себя ни вёл. Вы, с другой стороны, посмотрите, собака любит человека, что бы человек ни натворил, да? То есть вот ты можешь не простить там близкого или друга за что-то, а собака всегда простит. И ничего лишнего не скажет. Да, и не скажет. Главное, что не скажет. Ей всё равно, какой ты, лишь бы пришёл. Да, очень интересно, конечно. Это, конечно, банально, видео с собаками, но это первое, что мне пришло. Ну, то есть эмоционально пробивает сразу, да, трогает? Да. Ну, и, наверное, все объявления собачьих приютов, когда попадают туда собаки. Ой, да, это тоже. И, кстати, раз уж мы заговорили о собаках, вот тоже такая идея вам. Сейчас жуткие морозы, да, и если вы думаете о новогоднем подарке для, скажем, детей в семье, то вот не отвергайте сразу эту идею. Просто зайти на сайт какого-то приюта, там, Полу Беллы, или там Тепу Тепа, или Дзивные Полы. Отвезти какие-то тёплые одеялки. Нет, и просто, может быть, там будет какой-то бобик оптимального размера, оптимального возраста, оптимальной шерстистости, которого вы посчитаете возможным, может быть, в качестве новогоднего подарка взять ребёнку. Это будет невероятный урок любви и милосердия. Ну, не все могут взять, те, кто взять, не могут. Например, просто можно отвезти туда что-то. То есть всегда нужен корм, всегда нужны тёплые вещи. Очень много чего нужно. Но прежде чем везти корм, надо сделать звонок в приют и уточнить, какой корм им нужен. Безусловно, безусловно. Так у нас такой микс получился. Я просто хочу сказать, вспомнила эту фразу, что состояние любого общества зависит от нескольких вещей. Ну, оценить можно по нескольким вещам основным. Это как в обществе относятся к пожилым людям, к детям и к домашним, вообще к животным. Домашним, которые бездомные. Бездомным домашним животным, скажем так. В этом плане нам ещё работать и работать, мне кажется. Но у нас есть шанс. Потому что люди у нас замечательные. По крайней мере, наши радиослушатели. Мы не устаем их благодарить каждую неделю, просто постоянно, каждый день. Спасибо всем за каждый звонок, за каждое доброе слово, которое вы посылаете в адрес героев зелёной лампы. А если вы посчитаете возможным перечислить любую сумму, даже 2 евро, 3 евро, они складываются потом в большой результат, все эти перечисления, то сайт mixnews.lv, и наверху, где все рубрики перечислены, там есть рубрика «Зелёная лампа», вы туда заходите и сразу попадаете на подробный рассказ с портретами Даниэла, Габриэла и Намейса, деток, которым мы помогаем, с подробной историей, и там опубликованы банковские реквизиты для перечисления в фонд Be Open. Яна, вот наша программа к концу подошла, у нас осталось буквально полторы минуты, а мы вам сейчас предоставляем слово. Вот у нас последняя в этом году передача, поэтому пожеланий ждём от вас новогодних для наших радиослушателей. Желаю всем душевного спокойствия, мира и любви к себе, к семье и к миру. И чтобы все были здоровы. Обязательно, да. Спасибо большое вам. Вам желаем удачи весь следующий год. Здоровья, конечно, всем вашим близким. И, дорогие радиослушатели, напоминаем, что Яна Лисова работает в Национальном театре и ждёт вас на своей спектакле. В Русском тоже. И в Русском театре тоже, на все проекты. То есть это очень интересная актриса. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо вам большое, что пригласили. Всего хорошего и до встречи в следующий вторник, 4 января. И с наступающим Новым годом. С наступающим всех. С наступающим.